Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Строить жилье по-новому. 6 августа начнет действовать указ номер 240 об адресных жилищных субсидиях. Вступила в силу новая редакция закона о декларировании. Теперь налоговые инспекторы могут потребовать декларацию о доходах у каждого, чьи доходы и расходы покажутся им подозрительными. 2 августа в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 5 земельных участков для приобретения в частную собственность. А теперь обо всем подробнее. Ставка рефинансирования на этой неделе потеряла еще один пункт. Сейчас она составляет 12% годовых. Это уже шестое снижение данной величины с начала года. Для принятия такого решения правление Нацбанка проанализировало тенденции в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере. Результаты оказались положительными, что в том числе подтверждается сохранением на низком уровне инфляции. В июне в годовом выражении она составила около 6%. Продолжаем выпуск. Строить жилье по-новому. 6 августа вступит в силу указ номер 240 об адресных жилищных субсидиях. Отказ от директивного, в данном случае льготного кредитования – одно из требований Международного валютного фонда для дальнейшего выделения Беларуси кредитов. Пока в работу по новому указу включились два банка – Беларусьбанк и Белагропромбанк. Они выделили на программу кредитования 135 миллионов рублей. Что касается принципа, по которому будет действовать адресное субсидирование, то он в следующем. При приближении очереди на жилье льготнику приходит уведомление. Если он согласен участвовать в программе, пишет заявление и заключает договор о кредитовании. Период кредитования не более 20 лет. Далее гражданин берет кредит в банке под коммерческий процент, а исполком определяет размер субсидии в зависимости от ставки рефинансирования. Сейчас формируется перечень объектов, строительство которых будет финансироваться с привлечением адресных субсидий. Разговор о коммерческих застройщиках пока не идет. Субсидии будут предоставляться на выплату части процентов, а многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам и на погашение части основного долга. Принципиальная разница в том, что если сейчас возмещение из бюджета льготных кредитов предоставляется банкам, то по новому указу оно будет идти к гражданам. Если говорить о том, сколько придется платить человеку, который взял такой кредит, то схема указа предусматривает примерное равенство платежей, как по 13 указу, так и по 240. Кроме того, возможно, будет продолжено действие указа номер 585, который регулирует вопросы господдержки при строительстве жилья. Он должен был прекратить свое действие 6 августа, сразу после вступления в силу 240. Между тем, Минстру архитектуры признали преждевременной отмену 585 указа так быстро. Молодые многодетные семьи раньше могли взять коммерческий кредит в банке под 19-20% годовых. Государство компенсировало им процент, равный ставке рефинансирования, увеличенной на 2%. Таким образом, кредит был подъемным и составлял около 5% годовых. Компенсация по кредиту происходила только после сдачи дома. Но часть домов для покупки квартир, в которых люди взяли кредиты, будет сдана только во второй половине этого года или в начале следующего. Таким образом, люди должны были бы платить проценты по коммерческому кредиту. Сейчас, учитывая вот такое общественное мнение, министерство обратилось в администрацию президента для того, чтобы, может быть, сохранить возможность субсидирования через 585 указ, то есть оказание финансовой помощи, тем, кто заключил договоры или заключит договоры до периода вступления в действие 240 указа. Напомню, сделать это нужно до 6 августа. Если действие указа продолжится, то получить компенсацию смогут все граждане, которые устроят квартиры в домах, сдача которых запланирована на конец этого начала будущего года. К другим новостям. Вступило в силу постановление Совета министров, которое определяет порядок истребования налоговыми органами, декларация о доходах и имуществе. Теперь инспекторы могут потребовать декларацию о доходах у каждого, чьи доходы и расходы покажутся им подозрительными. Декларация будет истребоваться налоговым органам у физического лица при наличии информации, есть ли имущество, принадлежащее физическому лицу, и расходы его будут превышать доходы свыше 250 базовых величин. На сегодняшний день это 5750 рублей. А также декларации о доходах и имуществе будут истребоваться по запросам органов при введении административного процесса или возбуждении уголовных дел. Требование о предоставлении декларации составляется в письменной форме в двух экземплярах. Первый получает физическое лицо, которое подозревает в получении нелегальных доходов. Этот экземпляр могут направить по почте, заказным письмом или вручить лично под роспись. Второй экземпляр хранится в налоговом органе. Постановление определяет форму декларации о доходах и имуществе. Если у человека были доходы или расходы в иностранной валюте, их придется пересчитать в белорусские рубли по курсу Нацбанка на дату получения доходов или осуществления расходов. А если такая дата неизвестна, перевод происходит по курсу на последний день месяца или года. На основании сведений, которые человек укажет в декларации, налоговая составит расчет его доходов и расходов. Если выяснится, что задекларированные расходы превышают доходы, сотрудники налоговой потребуют от человека объяснения, а получив их, уточнят свои расчеты. Есть информационные базы данных о доходах физических лиц, о его имуществе. И когда налоговая инспекция посмотрит расходы и доходы физического лица, это заработная плата, доходы из-за границы и другие доходы. И расходы, например, он приобрел дорогостоящие имущества, это дом, автомобиль и так далее. И если его расходы не соответствуют доходам, и вот эта разница превышения расходов над доходом будет более 250 базовых величин, поэтому возможно, что этого человека пригласят на декларирование. Но это не обязательно, что всех пригласят. Мы можем не видеть его какие-то доходы. Это могут быть договора дарения, им возможно, что-то дарили. Может быть, он реализовывал какое-то имущество ранее. Может быть, ему досталось наследство, которое в Российской Федерации Украины со границей скажем. Мы этого не будем видеть. Поэтому физическое лицо принесет документы и подтвердит свои расходы и доходы. Еще одно изменение касается срока, за который налоговая может истребовать у физического лица декларацию о доходах. Одним из основных отличий нового закона от старого будет то, что налоговая инспекция имеет право сейчас по новому закону истребовать декларацию только за один год и полные месяцы календарного года, когда физическому лицу будет направлено требование о подаче декларации. Ранее декларация истребовалась за несколько дней, но не более 10 лет. Кроме того, сократился срок, на протяжении которого физические лица могли предоставлять в налоговые органы пояснения по своим декларациям. Новым законом контроль налоговых органов за соответствием доходов и расходов в основном сохранен. Но есть одно очень существенное изменение. Если ранее физические лица, представившие декларацию, могли представлять нам пояснения о своих источниках доходов неоднократно, и проверка декларации могла длиться годами, то сейчас в новой редакции закона предусмотрено, что физическое лицо имеет право представить пояснение о своих доходах и расходах только в течение 30 дней с момента вручения требования о даче таких пояснений. Больше чем через 30 дней просто налоговым органам не будут приниматься данные объяснения. Но есть один момент, когда физическое лицо, если находится за пределами Республики Беларусь или болеет, то вот на этот период, и будут представлены документы, то на этот период этот срок приостанавливается. Есть и хорошая новость. За ошибки, допущенные в декларациях, физические лица больше не будут нести административную ответственность. Она, напомню, составляла до пяти базовых величин. С 15 июля 2017 года те физические лица, которые будут представлять декларацию о доходах и имуществе по требованию налоговых органов, и вдруг они сделали ошибку, ну, допустим, не указали правильно заработную плату, не поставили правильно дату приобретения имущества, то меры ответственности по статье 23.9 не будут применяться к таким физическим лицам. Эта мера ответственности будет применяться для государственных должностных лиц и иных лиц, которые обязаны представлять декларацию в соответствии с законом о борьбе с коррупцией. Это послабление для физических лиц, это приятная новость. И последняя новость этого выпуска. 2 августа в Гомельском городсполкоме пройдет аукцион. На торги выставят пять земельных участков для приобретения в частную собственность. Они расположены по улице Старого Лотовской, на Старого Лотовском и Луговом переулках, в районе улиц Гвоздичной и Аграрной и в поселке Новая Жизнь. Кроме того, на аукционе будут представлены четыре земельных участка для использования на правах аренды. Они находятся в 16-18 микрорайонах, в районе Реческого проспекта и улицы Косарева, а также в Красном Маяке. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номеру телефона в Гомеле 3109-48. Это землеустроительная служба Гомельского городсполкома. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова